Итак, сегодня я решила провести вебинар. Во-первых, почему я решила провести вебинар? Многие знают меня, я пишу статьи, делаю рассылки всякие полезно-информационные, но на самом деле не до всех у меня получается достучаться через статьи, через рассылки, потому что, во-первых, там не передашь эмоций, во-вторых, там не передашь всей информации в статье. Кажешь человеку индивидуально, у него свои особенности, и надо как раз-таки подавать информацию с учетом тех особенностей человек, которые у них есть. Поэтому мне нужна связь от вас, чтобы знать, что именно у вас происходит, чтобы я могла дать информацию в соответствии с тем, что у вас есть, в соответствии с вашей ситуацией, с вашими требованиями. Вот, поэтому я решила попробовать такой формат выдачи информации. И спасибо всем, кто поддержал меня в этом начинании, кто пришел. Вот, и я думаю, можем начинать. Тема сегодняшнего вебинара – это «Красота или здоровье». Я думаю, что можно уже переходить к демонстрации файлов, чтобы вы могли видеть картинки. Я подготовила специально сопроводительные картинки, чтобы у вас было более наглядное представление. «Красота или здоровье? К чему компромиссы?» Тема эта возникла не случайно. Мне очень часто приходят письма примерно следующего содержания. «Расскажите мне, пожалуйста, мне нужны вот таблетки, на которых я быстро похудею». Или пишут, вот, мне надо вывести пигментные пятна. Вот дайте мне кремечек, чтобы я вот пигментные пятна вот потерла, да, и чтобы все, чтобы они сошли. Или еще такие вот сообщения приходят, да. Вот какой бы еще такой пример привести, потому что, ну, у меня просто… А, вот, крем от варикоза дайте мне, пожалуйста. Я внутрь ничего пить не хочу. Я вот сверху помажу, чтобы у меня вот все прошло. И на самом деле у нас есть крем, который облегчает варикоз, но проблему-то надо решать изнутри. И вот когда ко мне приходят такие письма, я с трудом, на самом деле, сдерживаюсь. Это, на самом деле, мне дается очень легко. Я стараюсь как можно более вежливо ответить на эти вопросы, да, потому что не может быть красоты без здоровья. Почему вот некоторые выбирают? Почему вот некоторые люди готовы жертвовать здоровьем ради красоты? Почему они готовы пить всякие вот… Меня спрашивают, там, эти тайские мишки, таблетки, да, которые, на самом деле, для похудения, которые ни в коем случае нельзя принимать без наблюдения врача. Их вообще разработали в госпитале, и их принимать, может, только под наблюдением врача, потому что у них очень сильное побочное действие. И под наблюдением врача их можно принимать по той причине, что если вдруг вас сильно накроют, и вы впадете в кому, что врач очень быстро мог вас оттуда вытащить. Как раз-таки для этого нужно принимать и под наблюдением врача, чтобы в любой момент можно было вам оказать помощь и вымыть компоненты этих таблеток из вашего организма. Ну, некоторые вот умудрились продавать их сейчас через интернет, да, я считаю, это довольно опасно, да, там пишут результаты, там, вау, там, 10 килограмм за неделю, ребят, ну, опасно, это для здоровья. Красота, красота вообще на самом деле, она начинается со здоровья, потому что если даже у тебя правильные черты лица, если у тебя хорошая фигура, но при этом ты вся покрыта прыщами, ну, как бы здесь красивую такую девушку не назовешь, девушку, женщину, да, все начинается со здоровья, потому что прыщи это состояние организма, когда здоров организм, тогда и кожа хорошо выглядит, тогда и глазки блестят, и белки у глаз кристального цвета, да, прозрачного белого, и волосы хорошо выглядят, все начинается со здоровья, и поэтому как раз таки сегодня мы поговорим о том, какие меры профилактические не только надо делать для того, чтобы быть и красивой, и здоровой. Да, красота через здоровье, она, это более долгий путь, это не сегодня, не за один день, не за два дня, вам потребуется время, но результат более стабильный, это не тот, тот, как бы, слой штукатурки, который ты нанес, да, ты нанес ту штукатурку, у тебя все, у тебя классно, у тебя классная кожа, ты пришел домой, ты умелся и все, и тут же, как бы, видно вся красота, то есть это невидимый эффект, это реальный длительный эффект, который остается надолго, потому что если вы сможете восстановить свое здоровье, вы будете выглядеть красиво, вы будете чувствовать себя по-другому, от вас будет, как это объяснить, вы будете светиться, потому что человек, у которого ничего не болит, он и выглядит по-другому, он более оптимистичен, он уже больше чем-то занимается, и к нему тянутся другие люди. Вот сегодня как раз таки мы об этом и поговорим. Вот я рассказала, мне вот наболело, теперь дальше. Берем от жизни все, и сегодня как раз таки мы поговорим о том, как восстановить здоровье и вернуть красоту, потому что по отдельности это сделать довольно сложно, это ложный путь, только вместе. На самом деле, когда я болела, мне было не до красоты, мне было главное привести в порядок свое здоровье, а потом уже, когда я начала чувствовать себя лучше, конечно, мне захотелось, что сделать для того, чтобы еще и хорошо выглядеть. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что здоровье – это самый ценный актив в вашей жизни? Ну, многие могут, конечно, удивиться, потому что в нашем мире сейчас больше ценятся деньги, но на самом деле, если у вас не будет здоровья, зачем вам нужны будут деньги? То, что здоровье – это самый ценный актив, я поняла еще в 20 лет, мне пришлось, это было вынуждено, потому что вообще здоровье – это единственное, на чем ни в коем случае нельзя экономить. Это то, что вот надо беречь как зеницу ока, потому что здоровье, оно вам даст все. Если у вас будет здоровье, вы сможете и денег заработать, и семью счастливую построить, и путешествовать, реализовать себя, вы сможете все, если у вас будет здоровье. Если у вас не будет здоровья, это все уже будет сделать гораздо сложнее. Все начинается со здоровья. То, что сейчас вы в такой ситуации, то, что у вас есть проблемы со здоровьем – это не ваша вина. Дело в том, что нас не научили с детства, как вести здоровый образ жизни, нас не научили заботиться о своем здоровье. Если на Западе медицина – это наука о болезни, то на Востоке – это наука о здоровье. В России это тоже медицина, это наука о болезни. Нас не учат тому, как быть здоровым, нас не учат тому, как сохранить свое здоровье, нас учат, как лечить болезни, даже не лечить, залечивость, я бы сказала. И вы не виноваты в том, что у нас такая культура. Виноваты в том, что у нас нет культуры питания, что у нас нет культуры упражнений и прочих таких моментов. Это не ваша вина. Но вы в любой момент можете изменить ситуацию, вы в любой момент можете изменить жизнь свою и своих детей. Потому, что ваши дети, особенно, если у вас есть маленькие детства, внуки, потому что женщины, около 11 в Уже, скорее всего, внуки есть, да? Внуки, они смотрят на то, как вы себя ведете. Они копируют ваше поведение, они копируют поведение бабушек. Я просто сейчас вижу, у меня два с половиной года дочки, я просто вижу, что она все делает, как я, да? Вот она ест, она ест исключительно здоровую пищу. Я, на самом деле, просто вот я с удовольствием смотрю, как она ест вареную морковку. Она любит вареную морковку, она любит брокколи, она любит вот такие вещи, да? Вот скажите, если бы мы ели гамбургеры и всякие чипсы и пили кулу, мой ребенок, он бы начал вот любить овощи на пару, да, и прочие такие вещи? Нет, ни за что. Мы в любой момент можем изменить это не только в своей жизни, но и в жизни новых поколений. Вот. Я предлагаю вам начать это так можно скорее, потому что от вашего образа жизни зависит ваше здоровье. Давайте поговорим, что такое wellness, да? Вот как раз про это слово никто мне не написал. То есть получается, что у нас никто не знает, что такое wellness. А посмотрите на вот этих вот женщин. Наверняка вы знаете, кто это, да? Здесь и Сати Казанова, и Клаудио Шифер, и Дженнифер Лопес, да, и Вера Брежнева. Как вы думаете, что их всех объединяет, кроме того, что они известные и популярные? Вот что объединяет этих женщин? Их объединяет wellness. Все они придерживаются этого движения. Именно wellness помогает им сохранять свою красоту и молодость. Многие из них вот выглядят там просто потрясающе на свой возраст. Wellness, я вот не рассказала, что такое wellness, да? Wellness – это система, которая затрагивает все области жизни. То есть это полная идет система, которая укрепляет и восстанавливает здоровье. И почему именно wellness? Потому что wellness – это полезно как для красоты, так и для здоровья. То есть wellness подразумевает и как уход за своей кожей, да, какие-то такие процедуры, так и уход за своим телом, уход за своим здоровьем. Wellness включает много вариаций. Это может быть и йога, и пилатес, и танцы, все что угодно. Также это могут быть разные системы питания, это могут быть разные системы, там, СПА-процедуры, разные системы натуральной медицины, очистки организма и все-все-все. Здесь это особая философия. И вы можете сами составить свою индивидуальную систему. Кроме того, wellness затрагивает все аспекты жизни человека. И wellness подходит любому, вне зависимости от состояния здоровья. Даже если вы очень больны, вам подходит wellness, вы можете начать присоединиться к этому движению, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Как ни удивительно, хоть думаю, что wellness – это вот в салонах, в СПА-салонах, да, вот дорогие процедуры, ничего подобного. На самом деле wellness, он довольно доступен. И шестое – это эффективность. Он действительно эффективный, да, он не дает быстрых результатов. Вы первые результаты уже увидите через месяц, то есть не через неделю, не через день, да, через месяц вы уже почувствуете. Но вот по-настоящему вы увидите разницу через год. Если в течение года вы будете придерживаться направления, то через год вы просто будете с удивлением смотреть на свое зеркало, да, видеть, как вы помолодели лет на 5 минимум. Я потом покажу вам интересные фотографии. Вот, время сейчас. На самом деле тема здоровья, она не требует, не терпит, не терпит отлагательств. Время даже не сейчас, время вчера, время вчера. Начинать заниматься своим здоровьем надо было еще вчера. Чем раньше вы начнете заботиться о себе и о своем здоровье, тем быстрее и лучше вы будете себя чувствовать. То есть здоровьем своим надо было начинаться уже еще вчера. Вот так вот я выглядела буквально несколько лет назад. То есть, в принципе, здесь вот видно, да, что мне 32 года. Я выгляжу на свой возраст. Ой, ой. А потом я начала с собой уже как-то себя вытаскивать, начну привести себя в порядок. Это уже качки чуть больше годика. Мы ходили в музей пюшевых мишек. То есть здесь уже как-то посвежее. Это вот фотография сделана год назад. Это сделана в феврале 2015 года. Это в Айокскай отеле. У меня был деловой ужин. Вот. Как бы всего год назад я выглядела вот так. А это фотографии уже этого года. То есть вот за этот год именно использую. Хоть мне было плохо, мне было больно. Любая вообще физическая активность, это были просто страдания и муки для меня. Но я это сделала. Я переступила через эту боль. Я переступила через это все. И я сделала это. Вот так я выгляжу сейчас. Вот посмотрите разницу, да. Вот так вот я выглядела 2 года назад. Так я выгляжу сейчас. Это один и тот же человек. Вот эту фотографию я сделала в машине, что мужа ждала, скучно было. Я сделала, была без макияжа, да, я сделала селфи. Наверное, что-то не единственное селфи, которое у меня есть в архиве. Вот это разница 2 года. Вот. Это вот последняя фотосессия, которую мы делали, чтобы была видна фигура. Что я сделала со своим телом? Но скажу вам, что у меня улучшение не только в теле, у меня улучшение в самочувствии. Кто меня знает, они знают, в каком темпе я работаю, они знают, в каком ритме я работаю. Я могу не спать ночами, я могу спать всего 4 часа в день, да. Потому что у меня слишком много всего я запланировала, я все хочу сделать. У меня просто вот, я как Наполеон, да, она планировала, теперь вот все-все-все-все, надо как-то вот это, планы такие у меня. Только у меня план не по захвату мира, а наоборот по оздоровлению мира. Мне хочется сделать, просто я сама через это прошла, через пути. Мне хочется рассказать свою историю как можно большим, конечно, людей, чтобы она вдохновила их, и чтобы появилось желание тоже изменить свою жизнь. Вы понимаете, это реально. Здоровье – это свобода. Просто когда у вас есть здоровье, у вас есть все. У меня, как и у вас, не было этого с детства, у меня не было с детства культуры, здорового образа жизни, не было. Но меня припекло, меня сильно припекло, и мне пришлось это сделать, потому что я этого захотела. И иногда я это сделала, у меня есть то, что у меня есть. Я посетила более семи стран, я ездила на Бали, я ездила в Малайзию, я ездила в Камбоджу, в Лаос, вот путешествовали по Таиланду, Таиланд очень большая. Я могу видеть красивые места, я могу знакомиться с людьми, я могу пробовать новые виды спорта. Я много чего могу только потому, что у меня есть здоровье. Я могу работать, я могу создавать полезные проекты, я могу делать многое только потому, что у меня есть здоровье. Если бы у меня не было здоровья, я бы не смогла этого все сделать. Для меня здоровье – это свобода.